К труду и обороне готовы. В Самаре прошел первый в истории фестиваль ГТО для детей-сирот. Воспитанники школ-интернатов и ребята из приемных семей со всей области соревновались как в личных, так и в командных зачетах. Кто оказался быстрее, выше, сильнее, знает Алена Алешина. Несмотря на юный возраст, участники настроились на серьезную борьбу. Многие усиленно готовились, отжимались и подтягивались. Свой личный рекорд в прыжке побил Максим Горбачев. Почти на метр перепрыгнул свой собственный рост. На всякие секции ходил, баскетболом занимался, футболом, ну всякие такие разные на секции ходил. Ну вот и в приют, когда вот скучно, друзей там, можно сказать, вообще почти сейчас нет никого. Так делал, с утра вставал, занимался. Впрочем, спортивные испытания не всем дались легко. Подъем туловища из положения лежа, подтягивания на перекладине, отжимания. Участницам пришлось выполнять наравне с мальчишками. В основном, самое сложное, это подтягивание. Где была такая труба, вот так висели делали. Было очень сложно, руки болели сильно, а так все хорошо. Мне понравилось. Завершила многоборье ГТО эстафета, где каждый продемонстрировал не только волю к победе, но и командный дух. Сегодня ГТО объединяет свыше 100 тысяч жителей Самарской области. От шестилеток до ветеранов спорта. Каждый пятый имеет золотой, серебряный или бронзовый значок отличия. Организаторы фестиваля, областного министерства спорта рассчитывают, что к спортивному движению присоединятся и эти ребята. Мы очень надеемся, что не самая простая жизненная ситуация ребят. Все-таки ребят достаточно сложной категории. Они найдут себя в спорте, они придут в комплекс ГТО и будут активно заниматься, и физическая культура будет с ними по жизни. Впереди тренировки и сдача настоящих нормативов. Готовиться к которым помогут подарки. Тебинги, скейты и самокаты. Алена Алешина, Сергей Павлов. Новости губернии.